В Россию пришла ещё одна автомобильная марка – премиум подразделение китайской компании Cherry. На родине это отдельный премиальный суббренд Exceed, но для нас зарегистрировано гибридное название – Cherry Exceed. Пресс-релиз, посвящённый этому событию, сообщает, что слово «черри» с китайского переводится как «особое благословение». Английский Exceed имеет множество значений, но нашими пиарщиками толкуется как «превышать» и «превосходить». Первым на рынок выйдет кроссовер Cherry Exceed TXL, который представляет собой длиннобазную версию модели TX. Новинка уже прошла процедуру сертификации, а её продажи стартуют сразу после снятия коронавирусных ограничений. По официальной версии при создании этой модели были использованы технологии Jaguar Land Rover. По размерам TXL похож на ушедший Kia Sorento Prime, однако китаец лишён третьего ряда сидений. Выбор двигателей будет ограничен единственным турбомотором 1.6, с которым состыкован безальтернативный 7-ступенчатый преселектив. Так что клиенту позволят выбрать лишь привод – передний или полный. Мировая эпидемия потрепала автомобильную отрасль. И самой заметной жертвой оказалась американская компания Hertz. Крупнейший оператор проката автомобилей объявил себя банкротом. За два года до этого фирма справила столетний юбилей. Но теперь с отменой командировок и сокращением туризма спрос на прокат снизился до нуля. Компания предпринимала попытки договориться со своими кредиторами, но все они оказались безуспешными. За первый квартал прокатный оператор успел потерять 356 миллионов долларов, а его акции резко подешевели на 82%. Для справки, на начало этого года Hertz имела более полумиллиона машин и более 12 тысяч точек выдачи по всему миру. Из 38 тысяч сотрудников из разных стран треть уже получили уведомления об увольнении, а десятая часть персонала находится в бессрочном отпуске. По информации CNN, чтобы покрыть текущие долги, Hertz необходимо порядка 19 миллиардов долларов, из которых около 14 обеспечено автомобилями. Продолжение следует... Продолжение следует...